И всем привет, ребят! С вами Старбаник и я с вами записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня у нас на обзоре одно из очень старых, интересных и нагибающих вооружений в своё время. Но как оно покажет себя сегодня, я не знаю. У нас изменились овердрайвы, изменилось время перезарядки их. И сегодня у нас будет полноценный обзор на Хорнета Жигу. На то самое вооружение, которое когда-то было, наверное, одним из самых лучших вообще в принципе в матчмейкинге. Жига у нас, конечно же, с зажигательной лентой. Ой, зажигательной лентой, говорю, с зажигательной смесью. Ну и Хорёк, дефолтный, да, пока что у меня пусть будет иммунитет от Эмми. Возьмём, конечно же, 25-очку. По дрону 100% это бустер. Бустер идеально подходит под Хоря Жигу, так как у нас бустер теперь работает пассивно, давая на протяжении всей работы ДДшки дополнительный урон. Поэтому нет смысла использовать там какой-то защитник или ещё что-либо. Ну и давайте ради разнообразия возьмём такую вот замечательную красочку, на которой я в последнее время не катаю. Сыграем пару боёв. Я думаю, что мы точно должны сыграть ЦП-шку. Да, всё-таки это идеальное сочетание под контроль точек. Ну а насчёт второго режима, ну я думаю, что сейчас выберем по ходу этой ЦП-шки. Может быть регби, может ЦТФ-очку какую-нибудь скатаем. И уже всё дело рассмотрим. Рассмотрим. Опа, хорошую карту у нас закидывает. Закидывает на сандальчик. Ну и наша задача дать как можно больше киллов и убедиться в том, что это вооружение до сих пор очень жёсткое и даёт возможность набить не только большое количество киллов, но и заработать хорошее количество кристаллов. По криту здесь всё вообще идеально. Урон большой. И если, например, сравнивать с фризом, то фриз примерно, примерно будет наносить такой же урон, но, 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 но. Там получается чуть-чуть другая механика. То есть там меньше обычного урона, больше критический урон. Здесь наоборот, больше стабильный урон. А сам критический урон, он чуточку меньше, там где-то на пару сотиков, сотиков, да. Но, в принципе, с бустером это особо сильно не чувствуется. Можно играть как на жиге, как на фризе. Всё зависит от того, что вам больше нравится. Но и дальность, мне кажется, что у фриза чуточку больше, да. Но я всё-таки больше склоняюсь, не знаю, к жиге. Мне как-то на ней более комфортно. Но здесь вы можете и фриза тоже использовать. Здесь, наверное, больше надо акцентировать внимание на резист. То есть, если у противника нет резиста от жиги, то вы можете использовать фриза. Если нет резиста от фриза, можете его юзать, да. То есть, ну, тут всё зависит от того, чем защищается. Ну, хотя в последнее время, по большей части, нет резистов ни от жиги, ни от фриза у игроков в матчмейкинге. Но ладно, это уже так. Пробуем контролить респаун. У нас вот первый овердрайв уже появляется. Где-нибудь сейчас попробуем его прожать. Сразу, чтобы нанести хороший контентовый урон. Давайте, например, здесь. Не сказал бы я, конечно, что это был идеальный прожитый овердрайв. Но долго тянуть с ним, ну, можно было бы, конечно. Но я решил чуть-чуть поторопиться. И, соответственно, дал только плюс 1 килл. Но здесь, по сути, на таких маленьких картах тут и не будет у тебя особо больших возможностей реализации своего овердрайва. Так, пока что у нас за 3 минуты на 6 на 6 карте 8 киллов. Это немного, да. Можно стараться давать намного больше. Но надо немножечко просто сконцентрироваться на пилах. Здесь мины прожимают молодые. Стараются здесь викинг неплохо накидать за счет этих миночек. Я бы изида подхилила, было вообще прекрасно. Но катка очень простая. Очень простая, да. Здесь 100% будет досрочка. И тяжело что-то говорить и судить по такому бою. Может быть сейчас противник, конечно, еще здесь соберется. Но пока все очень легко. Все очень легко. У нас уже 12 киллов. На сотик больше, чем у наших тиммейтов. Но это тоже как бы не такой сверх большой показатель. Но выигрываем. Все получается. Жига работает. Да, я всегда был любителем продулов. И я, ну, наверное, не удивлен. Потому что сейчас все очень хорошо получается. Килы залетают в легкую. И мы контролируем эту карту на все 100%. Так, забираем дроповую аптечку. Уносим еще одного. У меня появляется еще один овердрайв. Там, кстати, титан может прожать купол. Прожмет, не прожмет. О, он, кстати, резист взял. Вот, видите, в таких ситуациях, например, когда против вас берут резист, то лучше уже сразу поменять пушку. Вот сейчас бы, например... А, у нее рез от фреза тоже есть. Ну, то есть, ладно. Окей. Но так, например, если бы у него рез был бы только отжиги от фреза не было, то можно было бы сразу фреза взять. Так, он прожал купол. У него иммунитет от пробития есть. Да, то есть, я его никак не солью. Шансов не будет. Но если он, конечно, выкатится через центр, то здесь у меня уже появится возможность его слива. Давайте пробуем. Кошмарит, конечно, корпус очень жестко, но второго мы тоже забираем. Вообще, с этого овера, с повышенного критического урона, я думаю, что можно в моменте слить и 4, там, и 5 танков вообще в легкую. Главное просто поймать этот моментик и спокойно реализовать. За 5 минут мы набиваем 18 киллов, что является для карты 6 на 6 неплохим результатом. И это досрочка. Это досрочка очень легкая, очень простая, поэтому я думаю, что нам нужно сразу же запикаться уже в другой режим. Если здесь, в регби, у нас тоже будет досрочка. Очень быстрая. То, я думаю, что нам надо будет сыграть еще и третий режим. И третьим режимом уже можно, ну, тот же захват флага проверить, посмотреть, что там будет. Но регби в свое время идеально просто подходила под хоря жигу. Я помню, как мы катали постоянно здесь, когда еще даже хопперов там не было. И все работало просто как часы. Карта, наверное, не самая подходящая. Магистраль большая. Но попробуем выиграть. Попробуем дать большое количество киллов здесь. Главное, чтобы сейчас противник не доставил. Быстрый мяч. И тогда у нас будет шанс. Хорошо. Его сливаем. Здесь уже поремолот какой-то. Жесткий начинает накидывать. Мне просто было бы неплохо отвести пока что этот мяч подальше от своего респа. А вот теперь уже с этого респа попробовать, ну, как минимум, доставить, попытаться, да? Что-то надо как-то сделать. Противник тут какой-то заряженный жестко. Перед лево пытаются разыгрывать. Ну, я думаю, что здесь мы на приемочке точно сыграем. Хорошо. Можем унести. А вот как здесь доставлять, я пока что не придумал. Пробуем унести одного. О, схавать, схавать второго надо, чтобы... Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да. Ну, это киевская темочка. Когда нам вот так вот доставляют, и у нас на точке ни одного тиммейта нету, это, конечно, не круто. Это не круто. Ладно. Хорошо. Надо будет как-то сейчас камбэкать. Хочу вот этого дикого унести. Он убегает, конечно, от меня. Я его достану. Окей. Можно было бы, наверное, даже взять тяжелый хорек. Да. В моменте в регби было бы даже неплохо. Но у них там есть гаусс Эмми, да, который будет рубить мне расходочку. Поэтому ладно, окей. Оставлю я все так же, как есть у нас. Единственная проблема это в том, что пока что не получается. Не получается доехать до базы. Меня очень быстро сливают. Очень быстро сливают мамонт. Мамонт, вот, кстати, вот здесь бы сработал бы идеально. Мамонт бы сработал идеально. Противник летит на доставку. Успею. Нет, он прожимает просто овердрайв и мне без шансов уносит. 0-2! 0-2! Вообще без шансов! Вообще без шансовик какой-то. Ничего не получается. Офигеть. Я в шоке. Вот вам. Сразу закинуло на большую карту и все. И все. Кто, конечно, попадает под жигу, тот улетает сразу на респ. Но кто убегает, то есть шансы. Шансы на спокойный развальчик. 9 киллов у меня, конечно, есть. Но это мало. Это мало. Это очень и очень мало. Это какие-то у нас... Сначала была легкая катка для нас, теперь легкая катка для противника. Какие-то дисбалансы жесткие. Но ладно, мы не отчаяемся. Прожимаем овердрайв. Уносим двоих. Хорошо, можно еще третьего забрать по-быстрому. Да, у него есть баронин носец, конечно же. Но мы его уносим. Отлично. У меня бомба, конечно... А, нет, не унесла. Как-то надо камбэкнуть. Эту катку. Ну, хотя бы попытаться доставить быстро первый. Если доставить первый, то, может быть, после него уже пойдет. Пойдет, пойдет. Волна. Плюсовая. Но пока не получается. Пока вообще ничего не получается. Я не знаю даже, если честно, что здесь мы можем сделать. И мы действия можем предпринять. Я... Ой-ой-ой-ой-ой. Упираюсь в своего тиммейта, и все, и нам привозят третью доставку. Не забывайте, что катки у нас до 7 мячей. И... Ну, надо что-то делать. Надо что-то делать. Я не знаю, моя команда хочет вообще выиграть такую катку. Или она просто стоит на пассиве. И даже не думает о никаких доставках. И вон там я вижу, что тоже какая-то хори-жига катает. Есть еще какой-то пассажирчик. Контентовый. Ну, попробуем здесь с респа. Я не знаю, как-то доставить, обмануть. У меня аптечки нету. Типы, кстати, меня не видят. Видят только один вот этот вот гаус. Давай-давай-давай. А-а-а! Чуть-чуть. 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 Вот я бы сейчас бы доставил. Было бы уже неплохо. Хотя бы не сухарик был бы. И уже было бы на этом нормально. Так, противник улетает. Васп. Не прыгай. Васп. Стой-стой-стой-стой-стой, братанчик. Хорош, красавчик. А вот сейчас у меня есть отличная возможность на доставку. а я я минус а вот мину бы не стал может быть и доставил бы может быть и доставил но лука лука а ну-ка что я могу сказать . . так ладно хорошо птичку и свою серию но есть шанс на доставочку давай давай а куда риса отчетом с рисой у него по устройству очень плотно накидывает они вообще нет а у нее дестабилизация на я понял хорошо но не давайте только таких простых доставок боже ну что это за команда ну что это просто за команда ну куда вы такие доставки даете оппонент потом просто чел даже но ничего не сделал и он доставил и как я должен выигрывать такую катку это без шансов просто без шансовик ладно все летим давайте на плюс морали на плюс мораль очки нашим не хантер сейчас не застопил но я понял застопил но у меня фул расходка осталось аптечку мы еще точно за юзаем тайминг отлично тайминг поймал идеальный ну здесь мамонта пулек и сразу еще тип который меня в упоре пара отрабатывает ой-ой-ой-ой какая плотная катка я даже не думал что здесь придется что-то что-то потеть я думал сейчас меня на ези карточку какой-то закинет мы быстро влетим унесем типов а тут на магистраль закинула бесшансовую какую-то тяжелую так у меня есть овер у меня есть овер типы которые оп-оп-оп хороший тайминг но он скинул мяч выиграл время драгоценное время выиграл для своей команды но может быть может быть всюду хорошо супер ну хоть одну доставочку сделал уже уже что-то уже что-то уже не сухарь уже не так позор то есть я сейчас тут отлетел 7-0 но это было как бы так так себе можно было бы еще быстрее оформить эту доставку еще унести типов параллельно за счет пробития плюс критического урона но к сожалению глубочайшему меня под контролем зачем вторая доставка сразу резкая а я ей поверил чересчур сильно в доставку голос мне где-то что-то что-то накинул ладно хорошо муки киевики пока все хорошо пока все хорошо ничего страшного нету здесь сейчас доставочку не дадим оппоненту и потом ворвемся и доставим сами то будет супер хорошо накидочку сделал профессиональную тише 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 сейчас разыграем через низ по-быстрому я правда нет аптеки у вас по рельсам не знаю смотрят мне не смотрят может быть пропустит еще степени пропустит на нет не пропустили до хп немножко не хватает конечно не защитник может быть может быть защитник бы помог бы мне конечно на такой карте но не факт не факт моменте конечно дополнительный урон тоже очень многое решает парик нифига себе там паркурить жестко пробуем доставить пробуем доставить сейчас вот есть шанс хороший у меня есть аптечка у меня есть full хп есть еще и тиммейт которые вылетают быстро на плюс в овердрайвы еще был бы вообще был бы идеально парик прожимает овер но очень много очень много тифов очень много противников и очередной раз не получается доставить плохо но есть шансы есть еще шансы антар прожимать ну как он достал как он достал не должен был он доставать если честно если у них есть шанс на доставку и шанс на доставку но надеюсь что наши тиммейты сейчас отработают немножко хоть хоть чуть-чуть хоть чуть-чуть поработают вообще по идее 6 минут даже хватает чтобы еще камбэкнуть эту катку камбэкнуть эту катку но мне надо сейчас точно овержать иначе иначе я могу привести доставку оппоненту так есть шанс на доставку есть хорошие шансы на доставочку давай 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 ну в очередной раз той же самой позиции я ухожу на рез кто-нибудь бы подпушил бы вражеский респаун чуть урончик об этом накинул бы может был бы шанс на доставочку но всем прожал овер мне без шансов уносит доставка на мадам и да мадам и да он лука что я могу сказать он луку в 2 нажал сначала не нажать немножко неправильно расходочку реализовал ну и века езида меня унесла века езида больше даже больше килов чего меня вот так вот вот так вот но он доставок больше конечно оформил нет вот видно стару один мяч доставил так здесь давайте поесть которых можно унести хорошо хоть одного унес те играют с этими подрубниками это просто ужас мне так не нравится этот дрон вы себе представить не можете его просто ненавижу и все эти типы играют с ним зачем они играют с этими подрубниками объяснить мне пожалуйста зачем они бесят так жестко так ну все есть шанс на доставку есть аптеку меня есть пол хп умеет фул хп без аптеки антар 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 ночи и зелы вот такие еще еще таких вот три доставочки и будет супер давай хантерочек надеюсь что мой тиммейт вот сейчас вот если один включился должна включиться вся команда сразу сходу сразу все сходу команда включается мы выигрываем эту катку давайте я верю я верю что все получится давай давай тип двигайся двигайся братанчик а ее это что за жесткая тему охотник я уже думал что это что-то жесткое так доставка шанс 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 а я я я я я я а мин уже в подъеме все попробовать надо через центр доставить мне кажется через центр шансов будет больше через центр будет больше шансов на доставку ой-ой-ой подавление подавление насунули мне некрасивая так тип прыгнул вниз и опять эти подрывники ой-ой-ой-ой доставочка хорош красавчик так 35 комбеком комбеком это комбечная это жесткая комбечная жесткая комбечная если мы сейчас вернемся это будет супер это будет очень хороший бой если мы вернемся и шансы при том на возврат есть танцы на возврат есть времени вполне хватает что пробуем тип не видит где этом подборе игра вам это есть овер интересно вам это не но так как мы здесь жмем овер он со своим подрывником хотел меня достать мины а и мины но я и не эти эти мины мины еще и магнум контролит ну тиммейтов получается доставлять может быть они мне сейчас и вытянуть эту катку у них все получается пробуем через центр попробуем сейчас ой мама то я появился . но сразу мяч кидать они его унесли давай давай не шанс и шанс открытая доставка только без крита без крита без крита и он крит дает на свои дестабилизации обидно 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 сейчас бы крита бы не дал бы тип был бы шанс на доставочку только минус упал минуту 40 нам надо счет прям сейчас надо делать доставку прям щас вот прям щас если мы ставим весь шанс на победу если не ставим то все уже такое не комбечется это не комбечется это не комбечется надо ставить ну хотя бы 4 надо ставить правильно сейчас 4 не поставлен это как-то будет он лука . он лучка . купол конечно жестко зарешает сейчас тип но ясно даже урон не наносит я понял внутри хоть доставили хочу то поставили то постарались хоть как-то камбэк ночь но не получилось 500 очков для такой карты но вы видите да вы видите что происходит на большой карте скорей жегой она конечно конкурентоспособны да но 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 на маленькой карте я мог бы за это время нанести гораздо больше урон прямо вот в разы доставочку . поставочку давай давай сюда сюда куда еще 4 поставил супер на маленькой карте было намного проще просто видите 30 раз он унес унесли меня 30 раз нарез то есть очень много очень много на маленькой карте я думаю что у меня было бы намного больше кило во первых во вторых раз я бы так много раз не слился окно все времени нету хоть еще пару килов дадим и кучи бы половить половить бы кучи тогда можно было бы еще бы и тело больше дать совера например но такая катка неоднозначно не повезло нам немножко не получилось вытянуть ну и давайте сыграем захват флага давайте сыграем надеюсь что не будет конечно полной 15 минут на катке то иначе у нас ведут затянется на очень много попробуем давайте попробуем я думаю что шанс есть я думаю что шанс имеется имеется дать сейчас что-то контентовое вот это я понимаю это хорошая карта вот это идеальная карта для такого вооружения против конечно там имеется тип с броненосцем это наверное вот один из немногих один из немногих как их называются резов которые решают таких картках но ничего страшного и чувством пробую пробуем просто пробуем пробуем что-то сделать поэтому щипать и походу какой-то там еще есть кризисом типу габельные походу получается прикол походу габельный прикол видите насколько насколько рандомен сейчас матчмейкин как она сильно рандомит то есть просто меня без шансов унесли сначала мы унесли без шансов катку и сейчас меня уже вторую катку подряд уносят без шансов хоть попробуем я не знаю хоть что ли что ли увести что-то здесь жесткий какой-то паладин на развале на нем скидку тиммейтов пусть он там отыграет что-то это выиграет тайминг какой-то попробуем вернуть уж получится не знаю и шансы есть какие-то и это шансы имеются через верх тип разыгрывает и аптеки нет дождусь аптеки может быть верну нас уже возвращают же вернули идите меня вокруг пальца развел но неплохо неплохо на сыграл красиво красиво но все равно я его унес пробуем что-то что-то ой все паладин габела но это матчмейкин что я могу сказать это матчмейкинг это но дефолтный матчмейкинг просто дефолтный матчмейкинг и вот такие катки бывают да и как бы там твое вооружение хорошо себя не показывала как бы ты не уносил всех этих паладинов там все но тут то есть по джигу попадает любая в любая там комбинация попадает под эту жигу она улетает мгновенно нарез просто мгновенно у типов шансов нет просто выжить да но 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 в этих всех боях очень многое зависит от твоей команды таки как бы ты хорошо не старался как бы ты хорошо не катал когда тебя запикивает типов которые идут 0507 1225 ну чтобы ты не делал на карте чтобы ты не делал на карте ну ты не сможешь потянуть к ну как бы ты не хотел ты ее не сможешь потянуть дайка и как бы ты шо бы ты тут не делал да у тебя может быть там есть в каком-нибудь тайминге возможность на доставку хотя бы там одного флага да ну есть есть у тебя возможность да где-нибудь там на лаки чир влететь доставить чё-то чё-то да может быть у тебя есть что-то сейчас кстати и шанс на доставку нет это мне все равно в спину накидывает и уносит а так у тебя ну все ну все как бы ну что то ты сделаешь что-то что ты можешь сделать ничего ты не можешь сделать просто уносит за три с половиной минуты тебе просто говорят давай давай до долг рост давай до дому и так мы не залетели в катку где можно дать хорошее количество киллов вот так мы и не залетели цепочку это их мне уже показали чуробится ну давайте попробуем начать с того же самого и вернуться к том тому же самому режиму с которого мы начинали да где все-таки хоро жига себя показала лучшей своей стороны и у нас есть карта хорошая хорошая отлично даже подходящие будущее средней дистанции карты есть возможность контроля вражеского респауна ну и давайте попробуем все таки показать всю мощь показать всю мощь нашей комбинации еще бы противник где-то был это куда-то все поубегали тут на контроль верхней точке приехал по три шестерки уронов в тик дает жига это очень неплохо мы может даже попробуем досрочку сделать не знаю получится идеи шансы есть я только не особо понимаю где у него большинстве своем респа сейчас на этой карте наверно слева там слева в этой будки пробуем час эту левую будку за формить и он там тип справа на шахте стоит наверное слева должно быть большинство респов викинга мы выносим на уносим о шафт не попадает хорошо он с него шафт не попадает дает сразу что такое танки не лагают а он промазал и мне был отличный шанс его унести если вне лак но лаги иногда играет не лучшую пользу не в нашу пользу еще один подлог какой-то это не у меня у нас игра замечательная работает великолепно так ну что пробуем что-то реализовать пробуем пробуем влетать на вражеский респ опять никого нету где они все дети все игроки замечательно и по . гоняют где есть риска а он с 333 и типа стоит при типа хочет улететь на респ и они все разъехались гоняться конечно за ними это хорошо было бы неплохо поймать фарм фарм респу и на фарм респе чисто их держать если чисто на фарм респе держать то это очень выгодно на такой хоре жили попробую вот этого типа унести мне север и вы где-то по-хорошему вы его завязать он шатнул чем шафт играет с тяжелыми до райс запила на тяжелый кондер на ваншот залетает стопроцентный давайте тогда я не знаю контроли точки контроль центральный овер есть тут плантłam пусть я забираю все равно не знаю где его завязать этот овердрайв вот здесь могут может быть типов побольше оооо только не про жевали не успел вот за это я не люблю нулевой урон за это я не люблю нулевой урон но как они улетают как они улетают все-таки нарез 12 килов уже хорошо идем хорошо идем и это кстати идет еще одна катка на досрочку чё накатки на все катки до срочка кроме на того регби. Ну, в регби там тоже можно было сделать ее. Чуть-чуть я просто противлялся и противник не сумел сделать досрочку. Хотя там они могли тоже быстро каточку завершить. Это чуть-чуть не пошло. Так, все катки с досрочкой. Все. Просто все катки с досрочками. Либо в одну сторону, либо в другую. Нет баланса. И это у нас подбор по ГСу, если что. Лучший подбор по ГСу, да, там типа, ну, всех кидает примерно одинаково, да, там. Вот такие у нас ГСы. Хорошие. Но счет у меня отличный. 17 к 4. Для такой катки я считаю, что это очень, очень достойно. Ну, и все точки под контролем. Если мы сейчас будем так держать их всех под контролем, то я думаю, что уже через 2 минуты у нас будет под под конец уже завершаться здесь. на отборе сыграли ребяточки. Хорошо, давайте унесем их сразу. Так, точку захватят. Где-то еще что-то, где-то захватили. Опа. Вижу трех типов сверху. Сверху. Но не успел я их вынести, к сожалению. И овер падает. Опа. Противник начал играть. Только я начал говорить о том, что это изи каточка, так он не начали катать. Это хорошо. Это хорошо. Я даже больше доволен потому, что может быть здесь будет какая-то подпотнилочка такая. Рубочка хорошая. Больше есть шанс килов дать. Но как-то вот на респе поймать большое количество оппонента как-то очень тяжко. Здесь, ну, вот максы 2-3 килла и все. Ну, и еще мешают парочку типов. У вас ПОВ много. Улетают, конечно, они на раз-два. Давай ты тоже. Лети, друг мой хороший. О, у меня расходка. Но когда я ушла, я не заметил. Так, ну что. 28-14. Начали, пацаны, немножко камбэкать. У меня 24 килла за 5,5 минут. Это хороший результат для такого боя. Если под 30 я иду, то это значит, что вооружение показывает себя на хорошем уровне. На реально хорошем, достойном уровне. Так, давайте попробуем от этого забрать. Какой же нулевой урон долгий? Это ужас. Нулевые уроны мне безумно не нравятся. Ну, хотя бы катка не быстрая с досрочкой. Я понял. Понял, вопросов не имею. Лучше объеду. Мы это забираем. Хорошо. Две точки они перепушивают все-таки. Овердрайв прожмет. Нет, не прожал. Хорошо. Пробуем забрать эту. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зачем так жестко? Зачем так жестко, друг? Зачем так жестко-то, друг? 28 киллов. Окей, 85. 75%. 75%. Давайте заберем эту. Отлично, забираем. Так, есть еще овердрайв у меня. Поймать респу. О, сейчас, кстати, может быть неплохой тайминг. Минимум двоих-троих можно унести. Этого тоже. Стеночку отработаем. Еще одного пассажира. Хорошо, 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 хорошо. Хорошо. Идем к досрочке, но идем очень медленно к ней. Идем очень медленно к ней. И может даже это к лучшему. Так, у нас уже закончилась 7-минутная катка. И за 7-минутную катку 35 на 9. Попрошу. 35 на 9 это очень хороший результат. Мне бы сказал даже великолепный результат. Поря жига вражеская тоже. Это суетит. Внимание, опасность. А, нет, у него чуть не получается особо. 4 на 8 идет. У меня все великолепно. Великолепно. Сороковочку уже пробиваем. Еще один овер точно я должен успеть завязать даже если будет досрочка. Ну, пока противник там забирает точки. Это хорошо. Хорошо, что есть хоть какое-то сопротивление. Это всегда работает в плюс в таких катках. Есть возможность дать побольше киллов. Ну и зафармить тоже опыт кри. Хоть у нас сейчас и повышенных нету. Ну и вообще, в принципе, интересно играть, когда у тебя примерно равные катки. Не где ты в салат уносишь, либо тебя в салат уносят. Зато, когда вот этот салат начинается, ну, такой себе. Не очень приятно. Вот сейчас видели, заюзал овер. 7% всего лишь схавал, зато я плюс дал пробитие, типа и еще и успел одного забрать. То есть, на 0 хп тоже иногда можно очень грамотно заюзать овер и при этом еще засейвить себе процент. Если респа у вас будет все равно этот же самый процент. Такой мини лайфхак. Лайфхак. Так, 47. 47! 47 точек, 45 киллов. До 50 дотянем? Вопрос хороший. До 50. Дотянем. Если будет 50, будет супер. О, е-е-е, рельса жесткая. Можно было, конечно, и овер дать. 48, 26. У нас еще и... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А что это у нас? Решили все захватить? У нас что-то как-то все захватывают. Вы что, ребят? Ребят, прекращайте. Прекращайте все захватывать. Прекращайте. Ну, мы сейчас начнем контролировать точки. Сейчас мы быстренько эту досрочечку вернем в нужное русло. Хорошо, хорошо. Вот такие задувы должны быть всегда. Еще бы, если бы у меня сейчас был бы крит с овердрайвом. Можно было бы там нормально вдунуть. вдунуть на плюс, наверное, 4-5 килов сразу за 2 сейки. Потому что там сразу скрыто по полторушке вроде идет. Или по сколько? По тысяче с копейкой. Ну, это очень жестко. Так, ну и все, походу, да? Три точки у нас под контролем. Походу, это срочка. Походу, это конечная. Да. Итого, за 10 минут, что мы имеем, 51 килл. На 14 смертей. Вот, вот что бывает. Вот что бывает. На средних картах. Схоре жить. Вот такая вот развальная кабина сразу начинает работать. И это может работать везде. Просто везде. Пишите, что вы думаете по этому поводу, друзья. Но, те ребята, которые любят продувы, те, кто, например, играет на викинге с продувом, я бы на вашем месте сейчас бы очень сильно задумался о том, на чем вы катаете. И все-таки взял бы этот хорек. При том, что викинг сейчас копит овердрайв 6 минут. 6 минут. Здесь в два раза быстрее. 180 секунд. Соответственно, берете хорек и начинаете по красоте разваливать оппонента. Поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видосы. Ну, а с вами был мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.